Напитки, кроме воды, они как и еда. Они содержат калории, белки, углеводы. И об этом не стоит забывать, особенно тем, у кого есть сахарный диабет второго типа. Но при диабете некоторые напитки могут быть и полезными. Самым полезным по результатам исследований оказался кофе. А за ним следует чай. Но следует помнить, что пить их нужно без сахара. К примеру, употребление черного чая существенно помогает предупредить развитие диабета. Как оказалось, содержащиеся в черном чае активные полифенолы могут играть роль инсулина, который жизненно необходим человеку, страдающему диабетом. В случае диабета второго типа черный чай наиболее эффективен. Если пить его часто, то он снижает риск развития сахарного диабета. Почти в два раза он выводит сахар из организма и улучшает чувствительность к инсулину. Но, конечно, единственным веществом, которое может снизить уровень сахара в крови, является инсулин. Но все-таки есть и некие продукты, которые могут помогать очищать кровь от сахара. Это и корица, и овсяная крупа, рыба, морепродукты, орехи, капуста, брокколи, авокадо, да и многие листовые растения можно отнести к сахаропонижающим. К примеру, в том же одуванчике много полезных веществ. Корень одуванчика действует как мощный антиоксидант, защищая организм от действия свободных радикалов. И корень одуванчика помогает снизить уровень сахара в крови, то есть защищает от диабета. Да и вода в какой-то степени является помощником по выведению сахара из организма. Ведь при жажде, конечно, нужно пить именно воду. Она позволяет предотвратить обезвоживание и оказывает помощь почкам при выводе избытка сахара с мочой. Ведь известно, что при недостаточном потреблении воды увеличивается риск развития гипергликемии. Но наиболее полезен при сахарном диабете ромашковый чай. Регулярное употребление этого напитка значительно снижает уровень сахара в крови и удерживает его в одной позиции. А это улучшает состояние диабетика. Кстати, ежедневное употребление ромашкового чая сказывается и на внешности. Кожа становится более здоровой. Она прямо-таки очищается от разных изъянов, от прыщиков каких-то пятен, гнойничков. Ромашка появилась в аптечках-вцелителе достаточно давно. Да и названа вот эта вот полезная ромашка не иначе, как аптечная. И она очень богата по своему составу. В ней есть олигенина, это вещество, способное подавлять аллергии, а также воспаление разной природы. Хрезин, имеющийся в составе ромашки, он обладает сильным седативным свойством. И это вещество помогает уменьшить беспокойство, беспричинный страх, приступы паники, истеричное состояние, если к кому-то оно нагрянет. Ромашка аптечная имеет характерный аромат, а придает этот аромат вещество кумарин. И кумарин известен как противоаллергическое средство, снимающее отеки, особенно связанные с нарушением лимфообращения. Также отеки послеоперационные. Конечно, имеется в ромашке аскорбиновая кислота, а это самое важное вещество для нормальной работы соединительной и костной тканей. Но дубильные вещества ромашки, они придают растению горьковатый вкус, а также они способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Они нормализуют микрофлору в кишечнике, избавляют от микробов, продуктов гниения, да и эфирные масла ромашки. Они обладают противомикробным, спазмолитическим, регенерирующим свойствами. Известно, что ромашковый чай имеет способность восстанавливать клетки, стимулировать их регенерацию. И многие даже считают ромашковый чай эликсиром молодости. При сахарном диабете регулярное употребление ромашкового чая снижает уровень сахара в крови. Да и для укрепления иммунитета он тоже полезен. Особенно во время простуды, после продолжительной болезни. Входящие в состав ромашки растительные фенолы сделают организм устойчивым к любому вирусу и бактериям любой природы. Приготовление ромашкового чая настолько просто, и к тому же не требует много времени. Поэтому заваривать его впрок нет никакого смысла. Потому что, постояв некоторое время, напиток может стать более насыщенным и даже горьким. И тогда этот настой разумнее применить для какого-то наружного использования. К примеру, этим настоем, ватным тампоном можно протереть лицо и шею или ополоснуть волосы. Субтитры сделал DimaTorzok